всем здорово 30 мая 6 утра я хотел выезжать в 6 утра но как обычно короче иду сейчас гараж забираем от осталось там спаковать задний кофр у меня практически пустой там что с инструмента немножко еще что там лежит все спаковалась в боковые кофры я потом расскажу что я брал в принципе допаковываемся и будем выезжать погода нормальная 15 градусов с утра короче целях сегодня как я рассказывал доехать до добраться венгрии как-то так так в принципе вот так мы выглядим там алена вот так мотоцикл спакованный там сверху комбинезоны и здесь на мотоцикл накрыть то есть все остальное в кофрах все сейчас выезжаем на заправку до полного нам долить я не знаю 5 литров скину километраж и вперед так в принципе выехали чисто для себя информация 56 тысяч 777 грубо говоря 780 пока на заправку так ну залился я 8 58 но было топлива не это до полного так здесь я скидываю по нулям как видите пробег на заправке 56 786 в принципе все я думаю автострады нет смысла снимать я буду пилить практически под границу там у меня будет еще одна заправка наш переход это будет новый танк если я не ошибаюсь там это я еду в ту сторону то есть левее от закопанная если ехать в сторону закопанного скажем так если по карте то проверят закопан так ну думаю включусь мало ли кому-то будет интересно сказать ничего дорогу не снимает значит сейчас будет съезд и мы будем объезжать платный автобан то есть вот если вы видите там на знаке было до а4 платная написано значит я не помню как я рассказывал о своем маршруте буду ли я ехать по а4 или же я не буду ехать короче я думал сначала ехать потому что там стоит полтора евро проезд всего на всякую ну или около двух короче совсем ничего но я поговорил с товарищем и он как бы ездит этой дорогой и говорит когда я буду съезжать с платного автобана то есть так называемые бронки где платить там постоянная как бы толкучка постоянно много машин но сегодня выходной и тут как бы либо ехать выходной зная что а сегодня четверг и будет четверг пятница суббота воскресенье выходной в польше и получается может быть а я еду в сторону закопанное и там будет завалено все машинами ну не знаю или или не будет рисковать я не хочу по времени скажем так практически одинаково ну и не знаю смысл ну как практически одинаково одинаково если я попаду там пробку и буду там стоять потому что говорит можно простоять до 40 минут поэтому вот так вот я буду объезжать и практически время не потеряю так вот здесь я съезжаю и получается если прямо поеду через несколько километров я просто выйду на платку и буду ехать вот параллельно этой дороге по которой ехать сейчас так друзья полицейские ну и в принципе все сейчас пойдет вот такая не особо быстрая дорога со светофорами 70 50 70 50 но еще страшно машин как бы вроде не особо много и сегодня запрет движения по польши грузовикам поэтому фур не будет я думаю что заедем без проблем и быстренько маленький перекур чик все держится никуда не съезжает здесь вот так вот зажата все чики чики кстати поменяла стекло все таки если кто стрельб предыдущее видео видели да в каком она была состоянии я его поклеил такой бронепленкой да скажем так что на фары но ничего не дал еще хуже все изъяны начало видно ну короче вот такой купил я стекло гиви видно да на камеру купила ее бы ушные то есть связался с парнем купил два раза дешевле чем в магазине и здесь двух местах только потертости есть проехали мы краков и сторону закопаны куча машин куча машин так короче я заправился расход где-то 5 и 8 я там не снимал потому что ходил узнавал на всякий случай оказывается надо винета на словакию то есть я не понимаю потому что на форумах в интернете писала что не надо для мотоцикла как я говорил видео пацаны на мотоцикла говорят что надо ну короче сейчас я въеду в словакию и на первой автозаправочной станции либо на границе поспрашиваю там надо не надо короче начинаются горы уже красота а а а Продолжение следует... 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 С такими же ямами, с такими же деревьями и полями. Так, ну, граница Румынии пройдена. Дали паспорта, что они там посмотрели, короче, занял это две минуты, я не знаю, что они там смотрели, сказали подождать, ну, подождали и вперед. Я даже не смотрел, то есть не знаю, они там печатки ставили, не ставили какие-то печати, я не знаю. Значит, едем дальше, все нормально. Кстати, я выбирал этот пограничный переход, потому что здесь мало грузовиков, я знал. То есть не знаю, там где-то в ссылке или где-то в описании или вставлю в видео просто название этого перехода. Машин совсем не было, то есть я заехал, ну, грубо, передо мной одна, два, я третий и все. Ну, а как-то так. Впрочем, и в Румынии. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, я уже спускаюсь вниз, нигде не было места остановиться, то есть перед подъемом там было такое место парковочкой, я что-то подумал, что как всегда, ну, не знаю, там вверху какая-то площадочка для фото, нет, ничего, нет, просто дорога поднялась вверх и сразу же ушла вниз. В одном месте был какой-то, я не знаю, или аварийный съезд, или что там такое, не знаю, в лес, короче, такая дорога, но там просто лес, оттуда ничего не было бы видно, деревья и все такое. Я был в Чехии, я видео не выставлял, и там дорога есть такая, дорога 44 называется, очень много байкеров там ездят, не знаю, если загуглите, либо в Ютубе, вы бьете дорога 44 Чехии, увидите, что там да как там, очень много видео. очень классная дорога, но это, вот это, что здесь, мне как-то она лучше нравится. Если был бы спортбайк, вот для него это прям, ну, прям повороты, 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 повороты. Потому что там в 44-й там поворот, потом прямая, 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 опять поворот, прямая, прямая. Тут прям, видите, влево, право, влево, право. Да, это, конечно, дорога не для гонок, но разгуляться есть где увидели поздно поздоровался со мной друга мой короче а 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 короче я не знаю мы Мы останавливались, ну, не знаю, там, 15 минут назад, там в туалет сходили, грубо говоря, посидели, и вот сейчас едем, прям вот здесь прошел дождь, нормальный дождь получается, но я не знаю, либо он ушел влево, или мы его вон догоняем впереди. Осталось ехать тут каких-то 100 километров до гостиницы, посмотрим. Выскочил я на автостраду, кстати, вот едем, и, как я говорил, вот, либо мы убегаем от дождя, или, я не знаю, вот впереди прям вообще вот начинается уже мокрое, но это уже после дождя. И вот мы едем постоянно, как бы после дождя, после дождя, после дождя, пока как бы везет, дальше посмотрим. Так, ну, въезжаем мы в наш Хатех, Хацех, я не знаю, как правильно он называется, у меня стоит заправка перед въездом в город, сейчас я заправлюсь, и мы будем ехать в гостиницу. Очень понравились, кстати, румынские дороги, прям очень. Я думал, будет намного хуже, но дороги классные. Так, наша заправочка, сейчас мы заедем. Так, ну, заправился, короче, едем в сторону гостиницы, посмотрите, городок, прикольный, кстати, городок какой-то такой. Так, ну, что, я думаю, 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 что, Ой!